С вами вечерний политпросвет. Давича, главный кремлевский идеолог, он же недоучившийся металлург Владислав Сурков, написал очередную этапную философскую статью, которая называется «Безлюдная демократия». Прочиститься можно по ссылке, которую мы оставим под роликом. Там интересно. Основная философская посылка там занятная. Примерно так ее можно сжато в виде цитаты представить. На самом деле, память о приобретенном опыте влияет на нас не больше, чем предчувствие опыта предстоящего. Дела давно минувших дней описаны зачастую сумбурнее и туманнее, чем миражи и дистопии грядущих эпох. Оставим пока в покое термин «дистопия». Это, если что, синоним слова «антиутопия». Можно было с равным успехом процитировать не Джона Стюарта Миля, а Джереми Бентама. И сказать не «дистопия», а «какотопия», что одно и то же, но звучит не так наукообразно и куда более мерзко. Поэтому вот «дистопия». Вся статья будет усеяна подобными научными, точнее наукообразными моментиками, чтобы оказаться гораздо более умной, чем она есть на самом деле. И даже чтобы избежать обвинения в выборочном цитировании, такое часто мне предъявляют, попробую прочитать введение целиком. Есть понятие «исторический факт», а понятие «футуристический факт» не существует. Считается, что мы знаем то, что было, а то, что будет, лишь выдумываем. Преобладает мнение о надежности прошлого, противопоставленного неопределенности будущего. Поэтому стрессированные личности и расстроенные нации охотнее предаются воспоминаниям, нежели мечтам. Им спокойнее среди теней славных предков. Шумная кампания незнакомых и непредсказуемых потомков пугает их. Так история получает превосходство над футурологией. Превосходство не вполне обоснованное. В среднем прошлое и будущее воздействуют на настоящее более-менее равносильно и равноправно. Обе эти большие галлюцинации сотканы из размытых образов. В них примерно поровну фактов и фикций. Миражи и дистопии грядущих эпох влияют на нормального человека в значительной, в десятки раз меньшей степени, чем исторический опыт. Ну, просто потому, что человек даже на бытовом уровне вырастает из исторического опыта прошлого. Потому, что прошлое это и есть свершившийся факт, который можно проверить и перепроверить. А как можно перепроверить что-то, что еще не произошло? Сам термин футуристический факт отдает самой-самой дрянной постмодернистской тухлятины. В чем автор и расписывается, сообщая нам, что и прошлое, и будущее это одинаковые галлюцинации. А мы должны повториться, что если вы нормальный человек, то это не галлюцинации. Если у вас галлюцинации, то у вас серьезные проблемы с психикой. И нужно не писать программные статьи, а лечиться. Вот заметьте, без претензий, но только факты. Ну, посмотрим на эти факты. И чтоб без гаданий. Для того, чтобы прогноз получился интересным, ближайшие лет сто можно смело пролистать, так как с ними все достаточно ясно. Они станут временами ай-империализма. То есть, активного дележа и колонизации киберпространства. В контексте этого генерального процесса произойдет несколько войн, в том числе, кажется, ядерное, за американское наследство. А в итоге образуется новая система глобального распределения господства и подчинения. Ну, во-первых, нам сразу дают понять. Вы даже не думайте, что бы ни случилось, над вами всегда будут господа, и вы всегда будете подчиняться. Ну, или, возможно, вам повезет, и вы сами станете господами. Тогда подчиняться будут вам. То есть, впереди вас ждет все тот же зверинец, как и до того. Это, во-первых. Во-вторых, если вы уж про сухие футуристические факты. Скажите, а Америка-то уже умерла? Когда мне не доложили, вот дележ американского наследства, он когда наступит? Хазин, Дугин, Проханов, Делягин. Сколько уже лет обещают, что Америка вместе с долларом вот-вот откинут копыта. Но вот они тоже, видимо, пользуются сухими футуристическими фактами. И попадают палкой в небо каждый раз. Чтобы прогнозировать дележ американского наследства, нужно, чтобы был спрогнозирован отход пациента в лучший из миров. То есть, вот когда у нас США развалится, по мнению гражданина Суркова, вот после этого может быть война за американское наследство. Пока, слава ихнему американскому богу, у американцев есть ударные авианосные группировки, ядерные подводные лодки, самое большое количество в мире, мощнейшая авиация, просто из полинских размеров ансамбль ракетных средств. Так что, до кончины США, в общем-то, пока еще, видимо, далеко. И даже если это произойдет послезавтра, мы с вами этого прогнозировать, исходя из имеющихся данных, не можем, не может, а Сурков. Но при этом уже делят американское наследство при помощи ядерной войны. Возможно. Модели государственного устройства при этом еще долго существенно не изменятся. Политические мутации копятся медленно, и только в конце века реформы и революции породят несколько новых видов государств, которые разовьются и окрепнут к началу следующего столетия. К 2121 году эти футуристические паттерны, вы чувствуете, какой русский язык, футуристические паттерны государственности дополнят, чтобы впоследствии окончательно вытеснить привычные для нас формы политической организации общества. А, собственно, какой же? Наблюдаемый сегодня кризис представительства уже породил дискуссию о целесообразности существования классических институтов народовластия, таких как парламентаризм. Депутат в качестве средства коммуникации народ с властью народа выглядит, на взгляд некоторых экспертов, довольно архаично. Когда джентри сажали на лошадку одного из своих соседей по заболоченному захолустью и посылали его в Лондон донести их общее мнение до короля, это было разумно. Ибо тогда королю нельзя было позвонить или отправить смс. Зачем, спрашивается, кого-то выбирать и куда-то посылать, оплачивая посланному проезд и обильное питание сегодня, когда есть интернет? Интернет, способный со скоростью света передать ваше мнение кому угодно, минуя упитанных посредников. Нериторический вопрос, на который есть и такой ответ. В общем-то, незачем. Вот вы чувствуете такой нормальный прогноз? То есть, в самом деле, при наличии достаточных вычислительных мощностей и глобального охвата сети интернет, депутаты не нужны. Совершенно точно. Вот тут моментик один есть, на который вот за всей этой словесной шелухой, некоторые могут не обратить внимания, а я вас прошу обратить. Кризис народовластия. Кризис политического представительства, которое проваливается по всем направлениям Пасуркову. Кризис, да, но давайте-ка скажем так. Наблюдаемый кризис представительства – это кризис буржуазного парламентаризма, о чем Пасурков не говорит. Он просто избегает этого даже термина. Он даже не говорит демократии, он говорит народовластие в надежде, что не заметит никто. Но мы-то заметим, мы-то люди подкованные. Однако, буржуазная демократия – это одна из форм демократии, потому что демократии бывает несколько самых разных вариантов. И вот скажите, пожалуйста, точно ли кризис буржуазной демократии означает кризис принципа демократии вообще? Откуда это ясно? Чем это доказано? Какими возможными экспериментами, какой-то статистикой? Ну или футуристическими фактами? Я бы уточнил. Да, есть кризис буржуазного парламентаризма. Только он не сегодня наблюдается. Его зафиксировал и тщательно описал еще Константин Петрович Победоносцев. Обер-прокурор Священного Синода – это буквально наше все. А что он писал? Выборы никоим образом не выражают воли избирателей. Представители народные не стесняются взглядами и мнениями избирателей, но руководствуются собственными произвольными усмотрениями или расчетом, соображаемым с тактикой противной партии. Перед выборами кандидат в своей программе и речах своих ссылается постоянно на вышеупомянутую фикцию. Он твердит все о благе общественном. Он не что иное, как слуга и печальник народа. Он о себе не думает и забудет себя и свои интересы ради интереса общественного. Вот как только он бывает выбран, тут же он не станет работать на общество, а общество станет орудием для его целей. Избиратели являются для него стадом для сбора голосов, и владельцы этих стад подлинно уподобляются богатым кочевникам, для коих стадо составляет капитал, основание могущества и знатности в обществе. Затем уже эта масса теряет всякое значение для выбранного ею представителя до тех пор, пока не понадобится снова на нее действовать. Тогда пускаются в ход снова льстивые лживые фразы «Одним в угоду, в угрозу другим». Длинная, нескончаемая цепь народных маневров, образующая механику парламентаризма. И такая-то комедия выборов продолжает до сих пор обманывать человечество и считаться учреждением, венчающим государственное здание. Это великая ложь нашего времени из московского сборника 1896 года. Вот скажите, что не так написал Константин Петрович? Я к нему очень плохо отношусь. Это враждебный мне политик и философ, но при этом он не перестает быть образованным и крайне проницательным человеком. Вот что в этом его наблюдении не так применительно к сегодняшнему дню? По-моему, все, что происходит сегодня, Победоносцев описал сто с лишним лет назад. То есть, кризис фиксировался умными людьми уже тогда. Народные представители народа не представляют, а представляют некие круги, которые оплачивают их службу. Но вот в этом-то есть великая ложь. Потому что и Победоносцев, и новый наш Победоносцев, Сурков, кстати, личность крайне темная и очень мрачная, как-нибудь об этом отдельно поговорим. Да не оба боятся сказать, что невозможно априорное уравнивание демократии вообще и буржуазного представительского парламентаризма, одного которого только существует несколько разновидностей. Американский, британский, российский. И я еще не все перечислил. И вот они, о диво, никогда не являлись полными синониями демократии. Вот афинская демократия с поголовным представительством всего свободного взрослого мужского населения. Вот это не демократия, а военная демократия у германцев. То же самое с полным представительством, прямым представительством всего мужского свободного вооруженного народа. Теперь у нас, конечно, немного не Афины. И проживает в государствах в среднем несколько больше 30-35 тысяч человек, как это было в Афинах. Но как афинцы могли прийти пешком на гору, так мы можем теперь взять вот этот гаджет и высказаться максимально развернуто. Я думаю, даже будет немножко быстрее. Просто потому, что нам не нужно идти пешком до горы. Это все-таки занимало, да, недолгое, но время. А у нас оно всегда здесь, с собой. Но это же все равно демократия, правда? Но у демократии кризис. Потому что и победоносцев, и сурков были абсолютно на один глаз слепы. И не видели ничего, кроме обычного буржуазного парламентаризма, который в самом деле является надувательством и обманом. Но вот прямая демократия, прямая демократия, вы знаете, даже в современном обществе, по мнению Суркова, невозможно. Ну, раз парламентаризм буржуазно невозможен, так и прямая демократия невозможна. А почему? А вот почему. Политическое представительство проваливается по всем направлениям. С одной стороны, народные представители, по небесспорному утверждению критиков западной демократии, превращаются в узурпаторов и манипуляторов, искажая сигналы, подаваемые народом. Но с этим мы, слава богу, разобрались. С другой стороны, сообщает нам Сурков, и сам народ, в свою очередь, посылает все более путанные сигналы, поскольку живых избирателей теснят и перекрикивают банды наглых ботов, фейковых аккаунтов и прочих виртуальных иммигрантов, дополняющих политическую реальность до степени неузнаваемости. Ну, то есть, народ у нас опять не тот. То есть, люди бараны. Бараны, которым нельзя доверять ничего, кроме как в виде некоего бонуса забодать кнопку виртуального да, не покидая вечеринки. Ну, просто потому, что иначе сигналы больно путанные. Народ-то подает, народ-то тупой, это же вообще дебилы. Тем более, там всякие разные фейковые аккаунты, наглые, крикливые боты. А ведь нам только что Сурков сообщал, что существующие алгоритмы позволяют доверить сети самое ценное, собственные деньги, чтобы совершать самые примитивные транзакции буквально от покупки хлеба до сложных международных сделок, вообще не покидая собственного кресла. Так, наверное, и проголосовать-то можно будет. Но нет, есть наглые аккаунты и фейковые боты, или наоборот. То есть, отследить их и заблокировать, оказывается, совершенно невозможно. А почему, собственно? При этом, что будут делать люди? А люди, как мы видим, они посылают всё более путанные сигналы. Значит, доверить им ничего нельзя. Хотя, конечно, что-то доверить им придётся. Но кто этим будет распоряжаться? Скажите, пожалуйста. Вот как только у нас появится электронное, наконец, представительство. Вы чувствуете, что это к 2024 году нас готовят? Когда мы все будем голосовать электронно. Когда мы не сможем проконтролировать вообще ни одного вброса. Когда можно будет даже не голосовать. За нас проголосуют. Выборы, законотворчество, многие функции исполнительной власти, судебное и арбитражное разбирательство, дебаты и даже протестные акции. Всё это можно будет делегировать, не покидая вечеринку. Искусственному интеллекту. Вот ключевое. Какому-то искусственному интеллекту. Общество перестанет содержать своих дорогих представителей. Что приведет к краху сразу двух грандиозных бюрократий. Профессиональных лоялистов и профессиональных протестников. Конечно, политический класс полностью не исчезнет. Ведь у алгоритмов есть владельцы. По Карлу Марксу, кто владеет средствами производства, тот обладает и решающим влиянием. В цифровую эпоху это IT-гиганты, которые поворачиваются передом, с дружеским интерфейсом, к народным массам. А задом, гостеприимно распахнутым бэкдором, к спецслужбам. Цифровики и силовики, таким образом, останутся в игре. Вот тут можно смело ставить жирную точку. Потому, что голосовать вы будете, передоверять, опираясь на сухие футуристические факты, своему электронному посреднику, то есть, искусственному интеллекту. А у него, вы не поверите, сохранится владелец. То есть, хозяин IT-алгоритма. А еще будут силовики, которые обязательно останутся в игре. Ну, чтобы, если вдруг что, вы уже в оффлайне не смогли протестовать, чтобы не получить дубинки в голову. Ну, или пулю, например, в голову. Вот совсем недавно, вот в 93-м году в массовом порядке случилось. Или, как это теперь принято, можем повторить. Поверьте мне, они могут. Но это я насчет пули в голову. То есть, сухие футуристические факты, заметьте, без единого логического аргумента вообще. При помощи тонны наукообразной макулатуры, просто словесного мусора, который больно читать, потому что трудно продираться сквозь все эти извивы словесные. То они нам что сообщают? Что демократия не работает. Потому что народишко посылает путанные какие-то сигналы. Плюс какие-то боты есть. Иностранные, конечно же. Фейковые аккаунты. Понятно. Американские. Ну, или, может быть, хохлядские. А значит, нужно, чтобы был некий универсальный модератор. Искусственный интеллект. Машина. У которой будет свой хозяин. И свои охранники. Ну, чтобы никто не пришел и дубинкой этот компьютер-то не поломал. А значит, вы будете голосовать в виде некоего бонуса. А за вас-то все посчитают. Потому что есть нормальный алгоритм. И хозяин этого алгоритма. Так как хозяином алгоритма является капиталист, то это будет прямой, возможно, даже террористической диктатуры финансового капитала. Мы все помним, что такое прямая террористическая диктатура финансового капитала. Это фашизм. То есть, нам, гражданин Цурков, очередной раз, после известных своих статей про долгое государство и глубинный народ, еще раз описывает прямо фашистское будущее. Ничем не пытаясь это аргументировать. Да просто потому, что ему не надо. Сухой футуристический факт. Я перевожу это. Это то, что кто-то там наверху собирается сделать. Не потому, что это как-то доказано. А потому, что он может и хочет. Вот и все. По поводу аргументации, друзья мои, доказывать сухим футуристическим фактам реальность некоего прогноза, это значит, переводя на русский язык, доказывать то, что произойдет в будущем, возможно, произойдет в будущем, за счет того, что еще не произошло. Точность такого прогнозирования, это вот как будто вы тыкали палкой в небо, а попали в выгребную яму. Вот примерно такая вот точность. А значит, это никакой не прогноз. А значит, это вполне возможная вероятность, которая, повторюсь, не требует специального доказательства, потому, что кто-то это может сделать. А что, собственно, сможет сделать? Там же у нас Сурков упомянул некие потрясения и революции. Революции восставшего шопоголика и консюмериата, которые потрясут основы экологически ориентированных правительств, которые вынуждены будут ограничить сверхпотребление. Опять же, я переведу. Вот там нам сказано было, вы можете делегировать что-то, не погидая вечеринки. С вечеринками только проблемы будут. Если кто-то думает, что будет такой мягкий вариант условно-цифрового ультраправого. Ну, хорошо, давайте не будем говорить слово фашизма. Какого-то ультраправого сверхнационального правительства. А если это плохо? Мы же будем на вечеринке, правильно? Какая нам разница? Нет, друзья. Нам дают сигнал, что потреблять вы будете гораздо меньше. Причем настолько меньше, что даже шопоголики выйдут на улицу и устроят какую-то шопоголическую революцию. Вы представляете, насколько нужно уменьшить потребление, чтобы консюмериат реально бросился на улице хулиганить дисциплину? То есть, потреблять вы будете мало. Голосовать вам будет уже по-настоящему не нужно. Но некий соцопрос через вас производить будут в обязательном порядке. И хрен ты отвертишься. Потому что, читайте, главное, силовики останутся очень даже в деле. А значит, нет потребления, нет свободы, никакого выражения. Есть только обращенный к вам дружелюбным интерфейсом искусственный интеллект. К которому сзади в дружелюбно расставленный бэкдор засаживает силовик. Ну, и нам с вами заодно. Потому что эти-то люди, которые хозяева алгоритма и тех самых силовиков. Свое потребление, будьте уверены, как обычно, не ограничат ни на вот такой вот один маленький миллиметрик. Потому что, если мы все ограничим, им вполне хватит. Вот такие, позволите сказать, прогнозы от видного кремлевского идеолога и металлурга-недоучки. Продолжайте следить за его творчеством. Я продолжу. А заодно помните, если вы не занимаетесь политикой, политика обязательно займется вами. Продолжение следует...